Найти сетевую колонку, которая позволит слушать музыку со стриминговых сервисов или домашнего сервера, не так уж и сложно. Куда сложнее найти ту, которая сделает это с высоким качеством, как хорошая стереосистема. С этой точки зрения устройства NAME Muse особенно привлекательны. С одной стороны это стильная, удобная и современная сетевая колонка, а с другой стороны это старый добрый Hi-Fi от NAME, компактно упакованный в один корпус. Идеальное решение для того, чтобы озвучить пространство, в котором по каким-то причинам нет возможности разместить классическую стереосистему. Это может быть не только одна из комнат вроде спальни или кабинета, но также и дача, на которой вы бываете не каждый день. Найти место для большого Muse можно даже в самом маленьком загородном доме. А какие возможности вы при этом получаете и чем новый Muse второго поколения отличается от предыдущего, мы разберемся прямо сейчас. Если судить по внешнему виду, большой Muse практически идентичен модели предыдущего поколения, но на самом деле это на 95% новое устройство. Знакомый корпус сохранил лишь внешние детали, а внутри он основательно переработан. Во-первых, была увеличена его жесткость. Особенно усилили переднюю панель, на которой установлены излучатели. Подобное решение благотворно влияет на звучание любой акустики, особенно моноблочной, объединяющей сразу два канала в одном корпусе. Во-вторых, реорганизация корпуса в сочетании с новой электронной начинкой помогла увеличить акустический объем на 13%, что положительно повлияло на глубину и качество воспроизводимого баса. Третье и единственное заметное невооруженным глазом изменение конструкции – радиатор меньшего размера, который, однако, сохранил прежнюю эффективность. Выходная мощность также не изменилась. Большой Muse по-прежнему выдает суммарно 450 Вт. Шесть фирменных усилителей обеспечивают по 75 Вт для каждого динамика. Однако технический смысл использования нескольких независимых усилителей вовсе не связан с увеличением выходной мощности. Главная задача – повышение качества звука. В первую очередь, это исключает перекрестное влияние динамиков друг на друга через схему усилителя. Кроме того, разделяя частоты с помощью цифрового аудиопроцессора, можно добиться более точного согласования динамиков, без искажений и потерь, которые дают пассивные фильтры. В этой модели используется усовершенствованный аудиопроцессор, производительность которого в 4 раза выше, чем у того, что устанавливалось в Muse первого поколения. Благодаря этому настройка звука получилась более точной. А на экстремально высоких уровнях громкости запускается специальный алгоритм, который предотвращает появление искажений, защищая динамики и электронику от выхода из строя. И, кстати, набор динамиков тоже обновился. Средние и низкочастотники были переработаны в сотрудничестве с инженерами компании Focal, которые помогли сделать звук еще более детальным и точным. Muse второго поколения оснащен новой, более производительной стриминговой платформой, как у полноразмерных сетевых плееров Name класса Hi-Fi. Благодаря этому появилась возможность воспроизводить аудио высокого разрешения вплоть до 24 бит на 384 кГц и DSD до 128. Важным обновлением софтверной части является поддержка протокола RUN. Те, кто уже начал строить свой Hi-Fi мультирун на этой технологии, смогут добавить Muse в свою систему. Все доступные ранее альтернативы сохранились. Поддерживается собственная экосистема Name, а также AirPlay 2 и Chromecast. Другое новшество касается проводных интерфейсов. К аналоговому и цифровому оптическому входам добавился HDMI с ARC, позволяющий использовать Muse в роли саундбара для телевизора. Как и в прошлой версии, сохранилась возможность подключения внешних источников посредством Bluetooth с кодеком aptX HD. А также есть USB-порт для прямого подключения накопителей с музыкой. Управление всегда было сильной стороной устройств Muse и родственной им линейки Unity. Огромная ручка громкости выглядит футуристично и стильно, а крутится очень приятно, плавно, с ощутимой инерцией. Но самое главное, она действительно полезна при повседневном использовании устройства. И чтобы усилить этот эффект, во втором поколении Muse разработчики добавили на центральную часть манипулятора большое количество сенсорных кнопок и индикаторов. В результате управление стало еще более удобным и исчезла необходимость обращаться к приложению для запуска основных функций. Само приложение тоже прошло плановое обновление, хотя и раньше оно не вызывало существенных нареканий. Среди прочих, неймовский софт отличается высокой стабильностью, простотой и информативностью. В меню Muse есть настройка, позволяющая скорректировать работу аудиочасти в соответствии с тремя типовыми вариантами установки. В углу, у стены и в открытом пространстве. Это дает возможность предотвратить негативное влияние акустических условий на звучание. Выбрав соответствующий пресет, вы можете быть уверены в том, что бас не исчезнет или не станет гулким и неконтролируемым. После применения нужной настройки мы получаем чистый, динамичный и масштабный саунд, которого хватает для заполнения большой комнаты или площадки рядом с домом. В отличие от подавляющего большинства сетевых аудиосистем, Muse демонстрирует действительно высокое разрешение и ровный тональный баланс, что позволяет ему справляться даже со сложным музыкальным материалом. Таким образом, по запасу мощности и степени детализации Muse легко конкурирует с хорошей стереосистемой. Единственное заметное отличие – размер звуковой сцены, ведь стереобаза здесь ограничена шириной передней панели. Для того, чтобы вы могли услышать, как Muse будет звучать в разных условиях, мы сделали две бинуральных записи. Одну в комнате с акустической подготовкой, а другую прямо здесь, на веранде загородного дома. Подключайте свои наушники, и мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большой Мьюза второго поколения обладает удобством и функциональностью беспроводной мультирум-колонки. Но при этом музыка будет звучать по-настоящему хорошо. Это значит, что качественный звук со всеми удобствами можно будет получить даже в тех случаях, где раньше приходилось довольствоваться бум-боксом или недорогой беспроводной акустикой. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Мьюза и другие устройства бренда NAME доступны в интернет-магазине Аудиомании. А любые консультации по выбору вы можете получить на сайте и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.